привет друзья это видео я бы хотел посвятить одной очень интересные и веселые истории из моей жизни хочу рассказать о моей очень удачной покупки коллекционного издания игры watch dogs в чем же вы спросите была эта самая удача сейчас расскажу по порядку а давайте сначала проясню что же это было за издание и что же в него входило это было довольно недешевое коллекционное издание за примерно две с половиной тысячи рублей в каждом городе она стоила по-разному с разницей там в плюс минус 100 или 200 рублей называлось она vigilant edition а в него входили сама игра а с несколькими dls наклейками на телефон от apple и некоторыми телефонами на android и главными коллекционными предметами это была маска и кепка эйдена пирса в этом издании не было фигурки фигурка была только в издании дэдсек эдишн которая стоила дороже почти в два раза а именно примерно четыре с половиной тысячи рублей напомню издание которое купил я оно должно было стоить две с половиной тысячи рублей наверняка сейчас некоторые задумались а почему же оно должно стоить сейчас проясню а потому что покупал я его не за два с половиной куска а угадайте за сколько ладно я не буду тянуть скажу что просто я купил его за 50 рублей нет вы сейчас нисколько не ослышались я купил ее реально за 50 рублей на тот момент 50 рублей это было соотношение одного доллара специально я разъяснил если меня смотрят люди не из россии а например из белоруссии или украины или где-нибудь еще которые не знают о стоимости русской валюты так вот покупка мне обошлась за 50 рублей причем это не была какая-то акция в магазине типа купи игровой комп и получи игру почти за даром или купи там игровую видеокарту типа gtx 780 ти и получите игру в подарок нет я просто пришел в магазин взял игру положил на кассу 50 рублей и ушел вот и все и наверняка уже многим стало интересно как я это провернул применял ли я гипноз на кассире или на охранники чтобы они меня пропустили тоже нет все это случилось из-за оплошности самого магазина а я просто вовремя воспользовался этой ситуацией это случилось 5 декабря 2014 года то есть по сути это случилось ровно год назад время было примерно обеденное я уже точно не помню это был мой выходной день я уже на тот момент работал и кстати по сей день работаю а где работаю пока я оставлю это в секрете до поры до времени а может быть и вовсе не расскажу не важно короче это был мой выходной я гулял один по улице и уже собирался идти домой а в тот день было очень холодно и до своего дома я так и не дошел я дошел до дома моего отца так как он находился немного ближе от того места где я прогуливался чем мой дом в котором проживал отдельно я так вот я зашел к нему в гости в надежде что застану его дома а позже выяснилось что дома его не было что он был на работе а он работает в одной строительной компании сам если честно я не интересовался в какой именно но в котором рабочие дни могут быть когда угодно как собственно и выходные то есть не предскажешь надо я согласен на редкость ебанутая работа но что поделать у меня в моем городе сейчас трудно найти нормальную работу а уж тем более высокооплачиваемую работу по специальности я пришел к нему в квартиру поставил чайник и уселся перед его ноутбуком начал шнырять по разным сайтам и тут мне приходит в голову мысль что давненько я не играл в что-то новенькое что было правдой на тот момент я играл в старые игры и почти не играл в новые и единственная новая игра которая у меня была на тот момент это была игра ziv которую я покупал в сентябре того же года так вот я думал 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 и решил зайти на сайт м видео так как в последнее время игры я покупал только у них так как они у них очень быстро дешевели их можно было реально выгодно купить за очень неплохие деньги но в тот день был особенный случай я вспомнил что давно хотел поиграть на пк в игру watch dogs на тот момент эта игра до сих пор была очень обсуждаемая многие знают что перед выходом эту игру называли мол убийцы gta 5 что она порвет ее в пух и прах что оказалось в корне неправды я вообще если честно не знал откуда взялся этот бред про сравнение с gta 5 так как по сути это две абсолютно разные игры что-то я снова отвлекся ладно рассказываю дальше я именно хотел купить эту игру на пк а не скачать ее сторон то так как с пиратством я на тот момент завязал и если вы до сих пор пиратите рекомендую с этим тоже завязать пиратство грех мы все попадем за этого короче думаю думаю и начал искать ее через поисковик все-таки игра вышла уже давно думал что он наверное должна была уже подешеветь и тут я увидел то от чего у меня чуть реально не случилось непроизвольная эрекция я увидел в списке коллекционное издание за 49 рублей при том что все остальные издания какие там были ну а именно стандартные издания ну то есть тупо диск с игрой они стоили около 700 рублей консольные версии стоили около 2000 рублей примерно минут пять я смотрел на этот ценник думаю что это все неправда что мне все это снится потом я ни с того ни с сего взял и обновил страницу сайта думаю что может быть это может быть страница не прогрузилась что цена не было написано полностью нихуя цена все оказалось такая же я глянул на наличие ее в магазинах нашего города и оказалось что она есть в трех экземплярах по одной штуке на каждый магазин мне уже реально стало интересно я уже допил чай и начал собираться в ближайший из магазинов что был указан на карте добирался я до него минут 20 максимум не успеваю я переступить порог от дела как меня уже поджидал консультант от которых я всегда стараюсь держаться подальше ибо просто они иногда настолько заебывают своими охуительными историями о каком-либо товаре что у тебя реально пропадает желание его покупать но в этот день консультант мне был нужен я подошел к нему и сказал что хочу узнать о наличии коллекционного издания игры watch dogs причем я специально не говорил ему что хочу купить ее за 50 рублей ибо знал что консультант меня может почитать заебанутого если потом выяснится что ценник был ошибочный и что потом я буду в списке тех чьи охуительные истории будут темой сплетен на обеденных перерывах персонала вот я спросил его о наличии и мы пошли к компьютеру где у них была база данных я специально стоял за спиной консультанта чтобы видеть что написано на мониторе чтобы мне он потом не напиздел о том что игры мол нет в наличии если выяснится что она реально стоит 50 рублей и тут он мне говорит что она реально есть наличие за такую цену но отдавать ее как вы наверняка догадались он не торопился он сначала начал куда-то названивать смею предположить что в отдел продаж ну или куда-то наподобие и спрашивал не ошибочно или эта цена примерно минут десять он названивал 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 и тут он просит меня подождать пока игру не найдут на складе на такой но окей ладно подожду я сел на диван и начал играть в телефон ходить по магазину у меня не было желания ибо мне на тот момент ничего кроме игры не надо было прошло примерно еще минут десять и ко мне подходит все тот же консультант и говорит что они якобы не могут найти игру на складе что просит подождать еще минут пять-десять пока они не найдут но все-таки по базе товар числился в наличии а значит он точно должен был быть по крайней мере меня так утешали хотя мне уже очень казалось что скорее всего они его нашли просто не хотели отдавать и уже накручивал сценарий в голове какими словесными испражнениями я буду орошать товары на в комментариях на их нем сайте после этого нет прошло еще примерно пять минут и меня позвали в отдел выдачи забрать товар причем все консультанты но меня так смотрели как будто я перед ними без штанов стою а тот который отдавал мне товар мне вообще показалось что он не хочет мне его отдавать когда я увидел каким взглядом он устремился на коробку я подошел в кассу спокойно оплатил товар и получил за него чек потом я сам того не понимаю подошел к продавцу и спрашиваю а по какой причине игра так дешево стоит на что он мне ответил что а в базе данных у них периодически случается такая херня даже рассказала что однажды они неделю торговали играми для playstation 3 за 99 рублей а по политике компании если покупатель находит а товара за довольно даже странные цены компания не имеет права его не продать я такой охреневший выхожу из магазина и не могу нарадоваться от того что мне удалось провернуть но когда я сел в маршрутку я задумался вдруг это все неспроста может быть там в коробке комплектация нарушена а может диск с игрой там бракованы или может там диска вовсе нету а может ключ левый или вовсе не подходит меня реально терзали смутные сомнения приехал уже к себе на квартиру и давай быстро искать ножницы и распаковывать коробку распаковал и что я увидел в коробке было все то что должно было быть в наличии от игры и заканчивая кепкой и маской а когда я запустил процесс инсталляции и ввел ключ то он подошел и игра спокойно стала инсталлироваться ко мне на компьютер и чтобы никто из вас вдруг не подумал что я какой-нибудь там редкостный пиздобол у меня до сих пор сохранился чек из магазина и на нем четко указаны название товара и его цена в этот самый день я осознал что халява хоть и очень редко но все же случается что жизнь иногда может преподнести приятный сюрприз а пройдя игру спустя примерно месяц на сто процентов я понял что давно не играл в нечто более красивое до сих пор я не осознаю как люди могли в топтать в ничто эту игру если только из-за того что ее пытались сравнить с gta 5 то я могу это назвать просто откровенным долбоебизмом скорее всего у кого-то слишком сильно припекло после слова убийцы gta 5 этот решил просто тупо обосрать оппонента мне даже не понятно откуда в сети вообще взялась такая чушь если кто-то скажет что это сказали юбисофт то это дичайший бред юбисофт наоборот просила чтобы они не сравнивали эту игру с чем-либо что это абсолютно самостоятельный проект и не будет пытаться с кем-то конкурировать но на деле появился какой-то ебучий дезинформатор и ложь распространилась на весь интернет как вирус а люди в это все поверили и съели это по сути я и называю деградацией слышишь звон не знаешь где он не подумайте что я это рассказал чтобы просто тупо похвастаться я это сделал просто чтобы раскрыть вам глаза что у магазинов тоже бывают слабые места и эти слабые места можно найти и ими воспользоваться что уж на этом я пожалуй закончу если вам понравилась эта история и вы хотите увидеть еще больше подобного контента то поставьте палец вверх и напишите в комментарии а еще не забудьте подписаться на канал а пока всем до скорого а а а